Добрый день. 28 декабря. Предновогоднее праздничное у меня настроение. У вас тоже предновогоднее праздничное настроение. Что не скажешь о настроении предпраздничном в Америке. Крисмос прошел. Настроение у них не праздничное. Новый год они игнорируют как праздник, поскольку это всего лишь пришел Новый год. Ну, пришел и пришел. Че его? Он же все равно придет, правда? Зачем его праздновать? Вот так. Вот. Значит так. Так, ну у нас свое. Мы с вами это. Эксайтинг. Эксайтинг. Ну такие возбужденные, значит, это. Да? В прямом и в переносном смысле слова. Про витамины хочу поговорить. Задала девушка вопрос, что витамины в Америке. Вот правда, что они лопают их там горстями и так далее. Слышите? Это самое. Температура за бортом, скажу сейчас, пока стою вот здесь на знаке стаб. А че я стою? Ладно, пусть поедет. Температура за бортом 20... Ну где-то 22-21, вот так вот. Но зима. Зима. Это вам не 32, как летом. Вот. Про витамины. Значит, правда, американцы лопают витамины. Правда, это правда. Я, кстати, вот от своих друзей, знакомых еще в России тогда еще только уехала. Мне тогда кто-то говорил, что слушай, там в Америке правда, что там, значит, витамины лопают много. И туда-сюда. Вот, наверное, поэтому там они, типа, здоровы у них там этот... Долго... Продолжительность жизни большая или нет. Ну не знаю, из-за витаминов или нет. Конечно, нет. Продолжительность жизни из-за витаминов. Продолжительность жизни из-за общего этого медицинского обслуживания и из-за образа жизни малопьющего, кстати. Есть алкоголики, все это есть, просто в меньшем количестве. Вот. Значит, правда пьют. Правда пьют. Значит, утром у меня мой хасбанд... Вот надо будет как-нибудь показать его витамины. Ну, я это... Ладно, как-нибудь, может, покажу. Значит, целый... Вот горсть. Ну, это вот он такой. Конечно, не все такие, как он. Не все. Ну, я имею в виду, ну, вот большинство американцев пьют витамины. Просто в количестве, в разном там, смотря что. Вот, ну, наверное, сейчас я вам скажу. Ну, штук, наверное, 8. Ну, десятка не будет. Штук 8 вот больших вот этих пил... Пилсы эти, да? Ну, вот эти большие такие, что глотать их трудно. Вот мне всегда... Я попила... Я, кстати, тоже стараюсь так иногда у меня стоять эти банки попивать, так скажем, попивать их. Но большие... Мне вот это как его проглотить, я не знаю, то ли у меня горло маленькое. Ну, это такая сложность глотать их, ужасная. Вот. Короче, они длинные вот эти вот таблетки. Они очень ленющие, большие. Вот. И он вот это вот 8 прямо горстью пьет утром. Я ему все время говорю, послушай, говорю, нельзя никакие медикаменты, в том числе и витамины, пить вместе, смешивая в один прием. Это... Ну, это вообще не туда. Потом что-то действует, что-то не действует. В смеси друг с другом оно не... Я говорю это... И при том, это не прописал доктор. Ну, кое-что, да. Кое-что там прописал. Что-то там для костей он пьет. Что-то там еще такое, что вот доктор типа посоветовал. Вот, я не знаю, наверное, кальций там у него. Я никогда не интересовалась, какие он там пьет, конкретно от чего. Вот. Значит, и это... А так сам вот, то есть, что он... А, витамин D он пьет тоже, наверное, доктор когда-то сказал. Но они ж не прописывают их по рецепту. Да, они просто рекомендуют, вот, витамины... Витамин, витамин D3, да. Значит, D3 витамин. И, значит, это... Давай, этот... Иди и покупай сама. Вот. Короче, они все есть в Walmart, они есть в Walgreens, они есть во всех наших магазинах, которые продают пищевые продукты. В Publix, которые продают... То есть, в супермаркетах, которые продают пищевые продукты, там есть витамины. Есть отдельные также витаминовые магазины. Они специализированы, они витаминовые, витаминовые. А там работает консультант. И, конечно, вот там, вот там расскажут все тебе, что к чему, и как пить, как запивать, и что с чем не смешивать. Вот там, конечно, специализированный магазин, мне кажется, лучше там даже, наверное, взять. Не знаю, там по цене или как. Но в Америке, да, витаминомания, это я вам говорю. Да, да. Я все себе не могу заставить вот пить. Я знаю, что... Ну, во-первых, я не хочу горстью пить, как мой husband. Хочу отдельно. А вот так, ну, вот это весь день, например, этих пять штук их пить и запивать водой. Ну, короче, too much trouble. Много беспокойства. Too much trouble. Мы учили с вами это слово. Вот. Так, что еще? И когда я попала в Америку, и husband меня притащил в магазин, что-то для меня... А, еще я помню, что я только приехала, он еще говорит, а ты разве не пьешь витамины? Слышите, это значит здесь прямо, прямо ты обязан пить витамины. Прямо он так еще удивился, что как это вот, что в России не пьют витамины. И он говорит, пойдем. И, говорит, сказал еще для лэдис, для лэдис, лэдис, для женщин, да? Значит, for ladies. For ladies, значит, одни, а for men, значит, другие. Вот. Но for men, может, они там какие-то, не знаю, может, с виагрой перемешанные. Не знаю. Вот. Ну, в общем, да, витаминование в Америке есть. Потом многие пьют вот эти шейки там какие-то, вот эти коктейли какие-то, да, 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 это есть. Особенно люди, кто постарше. Молодые, конечно, этим не заморачиваются, никогда не видела я, чтобы его... Ну, какие-то молодые люди там, 20-летние где-то там страдали тем, что витамины покупали и пили. Если они только не больные, конечно. Ну, мы говорим с вами про здорового человека. Вот. Так. Да, и он меня... Да что, ты не пьешь витамины? Так, значит, как будто я нарушила какие-то правила жизни. Господи. И он меня потащил, значит, в этот витаминовый магазин выбирать for ladies, да, для женщин. А я говорю, а я говорю, я помню еще, говорю, ну, ты же пьешь, дай мне. Ну, что это? А он говорит, нет, for ladies different. Значит, для женщин другие different. И потащил меня в этот витаминовый магазин, который специализированный. И я помню тогда. Ну, вот всегда вот я помню в Америке первое впечатление. Сейчас у меня глаза замылились, и я уже ничему не удивляюсь, уже ничего не помню. И вот что я месяц назад видела, оно меня не удивляет. Меня помню тогда, вот такой big expression такой был. Ну, то есть большое такое вот впечатление, когда только приехала. И я помню, зашла, думаю, боже мой, какой большой магазин и одни витамины, правда. Ну, не такой там он не с размер супермаркета, но так, прилично, большенький, весь-весь заставленный всякими разными витаминами. Вот, там же и добавки, там же эти всякие ваши эти герболайфы ваши, ну, у вас там есть, да, герболайфы всякие-всякие, вот это вот все. Вот, кстати, про герболайф я недавно, там у Хасбана есть знакомый, нет, это у моей знакомой, знакомый, он, ой, куда-то он едет впереди машина, не надо, он, у него витаминовая компания. То есть он какой-то витамин делает, производит сам, вот, он хозяин. Ну, и там что-то я еще спросила, что-то человек пять людей у него работает, вот такая вот маленькая, значит, индустриальное такое место. И я, кстати, у него спросила, я говорю, а, говорю, герболайф, значит, вот известный он в Америке. Он говорит, да, он, говорит, по-прежнему известный. Я говорю, а помните, он судился, а я помню, какой-то случай был, да и вы, наверное, помните, что судились люди по поводу герболайфа. Ну, какой-то вот большой был суд такой. Я не знаю, что с теми людьми случилось, или оно, не знаю, по какой причине они судились, но был суд по поводу герболайфа, герболайфовой компании. А он говорит, да, но они, говорит, по-прежнему, как он сказал, этот самый, по-прежнему, учим английское слово, стил. Вот я просто по-прежнему как-то, говорит, по-прежнему, хочется сказать мне стил. Они, говорит, стил, стилмейкинг, то есть они по-прежнему делают герболайф, и по-прежнему он продается. Стил слово. По-прежнему, да? Ну, то есть по-прежнему выполняют, по-прежнему делают, по-прежнему живут. Стил. Или ты живешь в своем доме так же, как и жила раньше. Да, стил, стил, I still live in my house, да. Вот, слово стил, это по-прежнему. Так, значит так. Вот, герболайф есть в Америке. Только вот так вот встретить человека, чтобы он употреблял герболайф, что-то я не помню. А вот витамины, да, витамины, правда. И еще, сеньорс, они есть вот сеньоровые, сеньорс это эти, пожилые люди. И для сеньоров, значит, есть специальные вот витамины. Женские и мужские тоже делятся. И у меня они есть дома. Для сеньоров, значит. То есть, ну, типа, кому за 50-м, типа того, что ты уже переходишь в сеньорскую такую категорию людей. Пей, вот, и пей, пожалуйста, свои сеньорские витамины. Ну, люди лопают, да. Я только знаю, что все это, конечно, не очень правильно, знаете. Это бы все это отобрать и проверить доктору, чтобы он... Это можно, это нельзя. Ну, Хасбин как-то этого не делает. Хотя, ходит проверяться каждый год обязательно с кровью, со всеми делами, значит, да, то есть, ходит. А вот что-то он никогда не спрашивал. Он считает, что он самый умный и горстями пить 8 штук в один момент утром. Притом пьет так, прямо на голодный желудок. Я ему говорю, ты, говорю, с ума сошел, с водой. Но, что вот поразительно, я помню, когда еще только приехала, там делала свои маникюры. Оно сначала еще ноги не наращивало, по-моему. Потом я, по-моему, начала. Ну, то есть, вот этот вот акрилу сверху, который... Твердые ногти, да, становятся. То есть, ими можно работать, не ломаются. А поначалу просто маникюр делала, и вот все время же ломаются ногти туда-сюда. А у него такие страшенно крепкие ногти, я еще тогда подумала, думаю. Вот у него просто каменные, вот каменные. Вот если у него отрастает ноготь, то он каменный у него. У него не ломается абсолютно ничего, не расслаивается ничего. И я еще тогда подумала, так он лопает горстями витамины. Конечно, ногти будут такие крепкие. Вот. А для волос, для волос этот биотин, я не знаю, это витамина или какая-то, биотин называется. Она, наверное, в Америке, в России тоже есть. Биотин, это, значит, типа для волос. Ну, я как-то биотин этот пропивала что-то там, наверное, месяц или месяца два. Одна вот эта банка была с этими таблетками, я ее пила. Вот. Ну, так сказать, что у меня перестали, прямо волосы стали шикарными, конечно, нет. Вот. Они не став. Все это, все это природное, да. Но ногти укрепиться могут, я в это верю. Волосы я что-то особенно не верю. А может быть. Ну, немножко может быть, что-то помогает укреплению волос. Но так как мы ими занимаемся, этими волосами, что мы на них только не кладем, не делаем, как мы их не расчесываем, чем мы не моем, особенно красим, сколько мы их красим, бедные волосы. Особенно ваша покорная слуга, которая, значит, в блондиновый цвет, значит, выкрашивается, независимо от ее сеньорового возраста, да, так скажем. Вот, поэтому, конечно, что там спрашивать укрепление волос, если сама их каждый месяц портишь. То есть я делаю хайлайт моих корней. Хайлайт – это мелирование, мелирование моих корней. Вот. Так, значит, что еще не сказала, значит, про витамины сказала. Да. Нет, я думаю, что надо, конечно. Я вот тоже вот хорошо, это люди спросили. Я теперь даже думаю, думаю, я все-таки плохо делаю, неправильно делаю, что я не обращаю на это внимания. Надо, конечно, обращать внимание, и надо будет… Господи, чушь, он так рвет, на старой машине паял. Надо будет при случае, вот, доктора буду посещать, как вот раз в год я тоже хожу, там, кровь сдавать туда-сюда. Надо будет обязательно переспросить, вот что лучше, что надо, и так далее. Хотя мнение, как вы все сами знаете, и у всех докторов другие, и все. Ну, можно прочитать, можно вчитаться, что можно, конечно. Во всяком случае, у меня этих банок с витаминами очень много. Они, как бы, они не просроченные, надо посмотреть. Там, может, два года назад купленные, надо будет посмотреть. И, в принципе, можно и в гугле, там, набрать название витамина, и посмотреть, с чем там он смешивается, можно, нельзя, и так далее. Ну, я только знаю, что натощак, все в одну кучу, и запить полстакана воды, это, конечно, ужасно. Я не знаю. Ну, это Хасбанд, он ничего не боится, идет, прыгает на всех прыгалках в Дисней Волде, переворачивается в космонавтовом. Там в Дисней Волде есть такие космонавтовые капсулы. Залазишь, а там тебя крутят, его крутят, как космонавта, с ним ничего не случается, абсолютно. Вот, я там уже... Меня крутило, тоже ходили на эти все аттракционы, но, во всяком случае, я второй раз уже не пойду. Потому что я знаю, что можно и в штаны наложить, так скажем, да? Вот, а ему все равно. Зависит от человека, конечно. Но витамины надо пить, мне так кажется, потому что все-таки вот эта современная фармацевтика, да, или как это назвать, она, конечно, работает на людей. Да, и еще, говорят, что вот в Америке они, типа, чистые, все хотят американские витамины. Я помню, еще из России мне говорили кто-то из знакомых, что, слушай, выслала бы ты вот американские витамины. Не знаю, почему именно американские. В России что же они тоже сделаны где-то, не в этом, не, как там, Остап Бендер говорил, на какой-то там Корнауховской улице, да, смешали что-то. Ну, не знаю, мне кажется, это же все проверяется. Хотя, кто его знает, может, американские лучше. Ну, так вот слышала даже от русских, не знаю. Многие, кстати, люди высылают домой. Ну, и вот, когда разговариваешь, значит, домой, у кого много родственников, там, в России, в Украине, шлют посылки, и еще спрашивают, что вы шлете? Они вот одежду и витамины. Вот что с Америки, то есть, ну, вот что такое вот, ну, нужное, или что дешевле, или что необходимее, или что имеет смысл посылать одежду и витамины, да? Вот. Стоимость. Разная, знаете, ну, баночка на 30 дней и 2 доллара. Ну, смотри, смотри, какие. Надо будет, подождите, я как-нибудь вам не буду сейчас говорить про стоимость. Про кальций там что-то речь вели кто-то, я не помню, где-то я читала, что, о, кальций нельзя, это вот неправильно советуют, кальций там забивает сосуды. Ну, вот не знаю, напишите, кто это знает, и я знаю, что в подписчиках есть очень умненькие, ну, то есть, не умненькие, но я имею в виду профессиональные люди, которые, может, с этим работают, может быть, в фармацевтике работаете, может, в медицине там больше слышите об этом, напишите. Вот, а я как-нибудь сделаю видео, я, подождите, пройдусь по моему магазину где-нибудь, в любом магазине, я покажу витаминовые прилавки, и мы с вами прочитаем. А поскольку они там все похожие по названиям на латинский язык и на русские витамины, да, мы, в принципе, можем с вами это, ну, понять, что от чего и от чего там. Вот. Так, ну и все, что хотела рассказать. Сейчас я еду, куда я еду, я еду покупать опять кекс, тот, который я купила, и этот магазин был черти где далеко, здесь недалеко от моря, вот тот, который я просто никогда в жизни не пробовала, такой кекс. Кекс очень вкусный, я сейчас возьму их 2-3, положу в холодильник, потому что мы с Хасбэном просто обалдели, на что уж мой Хасбэн, он никогда не, не, не это, не любит экспериментировать еду, а то просто влюбился. И я его остановила, он хотел его сожрать весь, я сказала, значит, не надо наглеть, останавливайся и оставь на завтра. Вот. И я вам там видео снимала, ну, надеюсь, может, я его уже выложила, еще не выложила, ну, посмотрите, про кексы, которые на распродаже, сейчас же после Крисмаса, да, пошло все, что с новогодней, с Крисмасовской символикой, идет все на распродажу. Вот, поэтому очень выгодно покупать. Я, кстати, никогда не думала, представляете, правда, в Америке, вот после 25-го числа оно раз и уходит все на распродажу. Про игрушки елочные, про елки я знала, я видела в магазинах, когда вот ходишь, ну, промтоварных, и видишь все Крисмасовские эти самые дела, что они стоят на распродаже. Ну, какой дурак будет брать их, ну, это как вам прийти 5-го января в магазин и покупать елку новогоднюю, которая на распродаже, ну, пластмассовую я имею в виду, на распродаже. Ну, кто вот будет думать за 12 месяцев до Нового года, да, хотя не расчетливые люди, но умные люди думают тогда, что давай я закуплю вот это вот, чтобы в следующем году по полной цене не платить, да, возможно. Во всяком случае, то, что нравится, да, то, что вот хочешь купить. Вот, ну, про продукты, про эти сладости новогодние я никогда не думала, это правда, это класс. Что после Крисмаса, после 25-го числа у нас можно купить все себе на новогодний стол, получается, да. А еще ж у нас здесь, поскольку русские, если компания и собираются, то на 7 ноября, ой, ноября на 7, господи, вспомнила, черный день календаря, 7 ноября. Кошмар. 7 января, на 7 января собираются всякие там пельмени лепят, ну, в русской компании здесь. Вот, поэтому очень хорошо сейчас купить все шоколады, конфеты и всякие кексы, вот то, что с этой вот, с Крисмасовской символикой сейчас, очень выгодно. И в то же время на твой праздник, на наш с вами Новый год, это будет вот хорошее подспорье на ваш праздничный стол. Вот. Так, а 7 я вот ноября вспомнила. Слушайте, в этом-то году и никто мне не написал, что, Лена, поздравляем тебя со 100-летней годовщиной 7 ноября. Вот никто. С Крисмасом так все там понаписали, о, Мэри Крисмас, тратата. А, хоть бы 7... Мэри Крисмас, я знаю, что он наступит. То есть Мэри Крисмас, Крисмас, что он наступит. А 7 ноября, я забыла, что 100 лет было революции. Хоть бы кто написал. И я так и не посмотрела, что там передавали по телеку этого 7 ноября. Какой был, это был парад там у вас на Красной площади, да, или что там было такого особенного. Вот, поэтому я хочу, конечно... Я хочу узнать, как вы отпраздновали тот день. Я не спрашиваю, сколько вы выпили. Вот, ну, 100 раз, наверное, по... 100 шац, да, шац, шац здесь, это, ну, напиток это... Ой, а как же вот шац перевести? Это не одна рюмка, ну... Ну да, но один раз. Нет, нет, одна порция водки, шац, наверное, да? Не знаю точно, даже не знаю. Мы здесь водку не пьем, отпала какая-то у нас это необходимость... И даже не знаю, почему русские уже перестали в Америку, когда приезжают, перестают водку пить. Короче, это отрезвление общества. Это хорошо. Можно ж вот, если алкоголик эмигрировал и перестал пить. Но вернусь к 7 ноября опять. Слушайте, это ж, наверное, у вас там были такие праздники по городам. Наверное, вы там и на конях ездили, как это, конница. И, наверное, вы там это... Красные флаги были... Ой, как же тут выезжать, дядечка? Тетя, 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 мотя, продвигайся. Вот она, тетя. И этот самый... И с красными знаменами ходили. И портрет Ленина носили. И, наверное, там, я там знаю, премию на работе дали. Не знаю даже. Ну, я представляю, наверное, должно быть какое-то праздничное. Или это все по-тихому случилось. И я вообще считаю, что это такие черные дни, что на 70 лет наша страна отстала. Прямо далеко-далеко, извините, в задницу это ушла. Господи, прости, что скажешь. Значит так. Вот сюда я поворачиваю сейчас и иду. Вот, если бы не та придурористая революция, все было бы иначе. У меня часто Хасбан повторяет, что если бы, говорит, в России не случилась Октябрьская революция, говорит, Россия была богаче, чем Америка. Он все время это говорит. Кто его знает, богаче нет, но, возможно, во всяком случае, не за сколько тут мы, после 91 года, 26 лет, да, прошло. И то, как все изменилось. А если бы 70 лет прибавить, то есть за 100 лет, да, если бы 100 лет не было этого придурористого коммунистического строя. Вот, значит так. Приехала, начала с витаминами, закончила портретами Ленина. Значит так. А, на деньгах когда-то. Я этот, в английской школе, когда училась, и там сказали принести какие-нибудь раритеты своей страны. Ну, был фестиваль, но я тут всегда припарковалась по-дурацки, конечно. Сейчас, подождите, будем перепарковываться. Перепарковываться будем. А то как-то вообще не... Господи. Там впереди кто-то такой же тупой, как я. Вот. Училась я в английской школе, и сказали, значит, будет фестиваль среди молодежи и студентов. Школы. Они же там все, мы с разных стран, и сказали, что у каждого будет стол или два стола. Вот такое расстояние, вот такое место, и вы, пожалуйста, значит, принесите свое что-нибудь из страны. Какие-нибудь символы. Символс. Символ один, символс. Много. И принесите свои, значит, символсы, и будете это, разложите их на столах, и будете, значит, ну, фестиваль. Там музыка туда-сюда, все будут показывать друг другу свои символсы. И я помню, что я принесла деньги в полиэтиленовом пакетике, эти, которые Советского Союза деньги, Советского Союза деньги, которые перестали ходить у нас, да, там, 3 рубля, 5 рублей. Нет, 5 рубля у нас было раньше. 3 рубля у нас было. 5 рублей, я не помню, чтобы была бумажка. Или была? Не была. Червонец был красный, да? Ну вот, и вот эти вот деньги я в полиэтилене, в таком файл положила, и принесла, на стол положила. И сейчас, подождите, выключаем машину, отключаем сейчас питание вот здесь. Вот, и снимаем камеру с окна, со стекла. О, тетя купила комфортер, видели? Там вот укладывают машину. И выходим. Вот, и это. Про что я говорила? Сейчас. И деньги положила, и пыталась спрашивать, и пыталась спрашивать у... Пыталась спрашивать у студентов, ну, своих же, у всех, у всех, короче, спрашивать. Рожу Ленина показываю на червонце, на русском. И говорю, это кто? Не знают. И я помню один только... Эти все из разных стран, они вообще не знают. Латинская Америка, они понятия не имеют, кто это такой и с чем его едят. Ну, только люди, конечно, может, очень образованные, но те, которые приезжают сюда, вы меня извините. Вот. И закончилось тем, что подошел один кто-то из родителей, ну, из родителей, или я не помню, ну, какой-то американец белый. И я у него вот показала, я говорю, вы знаете, кто это? Он говорит, Ленин. Думаю, боже мой, ну, в общем, короче... Ой. Но студенты не знали, кто такой Ленин. Ну, дай бог им и не знать. Иду в маршалст-магазин покупать кекс, тот, который очень любила. Все, люди, до свидания, счастливо. Пейте витамины, кушайте витамины. О, дядечки, какие волосики красивые, длинные, пошел. Кушайте витамины, приезжайте в Америку покупать американские витамины. Пока. Пейте витамины.